Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня самое время нам поговорить. И говорить мы сегодня будем с вами на очень, как по мне, важную, приважную тему. Потому что, ну я уже неоднократно говорила о том, что у нас давным-давно нет проблем сегодня со знаниями. У нас сегодня нету в бизнесе, если я говорю о бизнесе, у нас нету проблем сегодня с тем, что непонятно, что делать. Но даже если непонятно, то все это можно разобрать, есть большое количество тренингов, тусовок, мероприятий, книжек, чего хотите, всего много. Но главный вопрос, который я постоянно себе задаю, почему же, почему же люди не делают, почему же все равно так мало успешных людей, почему же результаты наши не так хороши, как могли бы быть, как могли бы быть. И я, бывает, общаюсь со своими знакомыми, да что там, я общаюсь со своим мужем, с самой собой. И иногда какие-то разговоры есть, которые приводят нас вопрос за вопросом, там, ну почему мало, почему мало продали, ну почему мало сделали, ну почему вот недостаточно. Ведь вроде бы все понятно. И все время есть какие-то оправдания. Ну не покупают, потому что, вот сейчас был январь, не покупают, потому что люди не на то тратят деньги, не покупают, потому что мало зарабатывают, не покупают, не покупают, в любом случае бизнес это всегда не покупают. Но, я провела следственный эксперимент лично. И у меня вообще есть такая интересная фишка, когда я сама лично включаюсь в любые процессы в нашем бизнесе, будь это продажи или что-то другое, очень сильно наши результаты начинают расти. Так вот, я уже говорила об этом в одном из предыдущих видео, но наш январь сделал декабрь и ноябрь. Хотя декабрь это очень денежный месяц для очень многих людей. Так вот, наш январь сделал все. И это потрясающе, классная новость. И она еще раз подтвердила и доказала мою главную теорию, о которой я сегодня хочу поговорить. И это не теория, это уже факт. И я хочу, чтобы вы это услышали, и вы, наверное, об этом знали. Но я хочу, чтобы вы сделали соответствующие выводы и постарались это хотя бы на какой-то период внедрить в свою жизнь. То есть, что ключевое вообще отличает нас всех людей? Руководители от неруководителей, например, от наемных сотрудников. Кто-то говорит, что это семья, в которой мы родились. Кто-то говорит о том, что это знак зодиака, гороскоп или еще что-то. Но я вам могу сказать одно. Это наша зарядка. Вот смотрите, у меня сейчас зарядка. У меня таких три для телефонов или, по-моему, даже четыре. И они регулярно у меня заряжаются в разных подзарядных устройствах, потому что я не выхожу со своим телефоном без подзарядки. Поскольку все равно не хватает. Не хватает этой подзарядки. И мне очень не хочется в какой-то момент остаться без нее. Я думаю, что если бы у нас, у людей была вот здесь вот шкала, сколько у нас лампочек, то 95% людей, которые бы были вокруг нас, была бы одна лампочка. Две было бы мало у кого, а четыре, вот такой полностью заряженный человек, мы бы увидели вообще крайне редко. Мы таких людей очень сильно чувствуем, заряженных, да, что называется. Ведь заметьте, очень многие люди говорят об одном и том же. Но говорят абсолютно по-разному. Есть те, кто просто тихонечко об этом говорит или просто там что-то, ну, бла-бла-бла-бла-бла, да. А есть такие люди, которые нас включают. Есть такие люди, от которых мы просыпаемся, что называется. И мы не понимаем, они нас могут бесить, они нас могут по-разному. Я знаю, потому что я сама такой человек и вызываю у людей эти эмоции, и я сама реагирую на таких людей. Но это люди, которые нас пробуждают. Это люди заряженные, что называется, у которых постоянно горит лампочка. Я вот вам могу сказать, что когда я нахожусь в этом состоянии, я делаю всегда крутые результаты, я всегда выхожу из всех ситуаций, нахожу любые решения, любых своих проблем. Но стоит только опуститься в состояние хандру, спокойствия или, не дай бог, минус, да, когда ты полностью разряжен и тебе все пофиг, ничего не получается. Ты не можешь никому ничего продать, ты не можешь написать, ты не можешь сказать, ты не можешь договориться на встрече, ты ничего не можешь. Так вот, секрет, как по мне, заключается именно в том, что хороший лидер, человек, который создает, человек, который ведет за собой, человек, который не следует, а ведет и создает, это человек, у которого есть серьезная зарядка, у которого есть с собой несколько подзарядных устройств, которые уже включены в него. Это человек, который способен не только сам быть заряженным, но и заряжать других, потому что если мы возьмем наших клиентов для того, чтобы их продать, нам нужно зарядить. Если мы возьмем наших сотрудников для того, чтобы они включились, нам нужно их зарядить, нам нужно заразить их своей идеей, нам нужно, я не знаю, иногда дать им по заднице чем-то, замотивировав их деньгами, иногда лишением этих денег, иногда чем-нибудь еще. Но нам необходимо быть заряженными. И, соответственно, главный вопрос, который возникает, а как мне быть заряженным? Что, если я не зажигалка сам по себе? Что, если я сам не генератор? Вот мне часто задают этот вопрос, откуда эта энергия? И я раньше что-то придумывала, выдумывала там, типа, меня это заряжает, то заряжает. Конечно, есть масса факторов, которые меня заряжают, начиная от моих детей, заканчивая благодарностью моих клиентов, признание, овации, вот такие вещи. Потому что, да, действительно, меня это заряжает. Но ведь это же не постоянно присутствует в моей жизни, а заряд есть постоянно. И главный секрет заключается в том, что, как я поняла его, что это приходит ко мне извне. То есть я проводник, по факту, я определила это для себя так, что есть какие-то определенные таланты, которые людям даются, ну вот мне дали такой, вот такую зарядку, наверное, для того, чтобы я, знаете, распространяла дальше. Мне в этом повезло, но где брать всем остальным? Что делать? И я поняла, что, когда начала анализировать, где же мы берем эту энергию, мы ее чаще всего берем от других. Мы, знаете, как вот огонь, зажигаемся от огня. Для того, чтобы у нас появился огонь, которого нет, нам нужно что-нибудь просунуть, зажечь свой факел, да, и взять этот огонь себе. И какое-то время с ним продержаться, пока там ветер не подул и так далее, и так далее. Все зависит уже от наших дальнейших действий, сколько этот огонь пробудет с нами. Так вот, именно феномен вот этих всех конференций, тренингов и прочих вещей, когда мы объединяемся, заключается в том, что мы поджигаемся от людей или от тренеров, от тех, кто ведет, от вот этих вот ярких, харизматичных людей, лидеров, которые почему-то нас включают. Я вам скажу честно, что тоже бывает иногда такое состояние непонятки. Думаю так, что же делать. У меня есть несколько таких людей, которые меня всегда включают. Их мало, честно вам скажу, но они есть. Я их включаю, начинаю слушать, и меня моментально осеняют какие-то инсайты на какие-то другие вещи. Я понимаю, что энергия этих людей, то, как они говорят, уже само по себе, это же не важно, что они говорят, уже меня это включает и уже меня заряжает. И лично я постоянно почему устраиваю какие-то, хотя сто раз себе клялась, что не будет больше никаких тренингов, не будет больше ничего. Я постоянно стараюсь создать некие сообщества, создать некие тусовки, для того, чтобы, во-первых, поделиться своими мыслями, потому что мне это крайне нравится, во-вторых, чтобы создать вот этот вот огонь, где люди будут греться, где люди будут брать энергию, где люди будут брать и делать. И несколько лет назад я придумала марафон, который называется «30 денежных действий». Уверена, что многие из вас его проходили, я его по-разному абсолютно проводила, с разными заданиями, он был и по бизнесу, и не по бизнесу, мы учились просто доставать деньги и видеть, что возможности повсюду. И вот этот марафон, он достаточно феноменальный, потому что в нем участвовали абсолютно разные люди, начиная от домохозяек, заканчивая людьми, у которых есть приличные компании, и всех их он очень сильно качал. Во-первых, потому что каждое утро я записываю вот такой вот видосик с каким-то конкретным денежным действием, потому что суть марафона – каждый день заработать денег. И когда тебе дается задание, на один день ты начинаешь максимально включаться, мы еще между собой объединяемся там группками, делимся, соревнуемся, и это очень сильно заражает. Ты начинаешь общаться. Общаться с какими людьми, которые настроены на то же самое, а не с людьми, которые говорят «Ой, да у меня сегодня суперпроблема», или «У меня сегодня начальник», ведь каждый грузит нас своими проблемами. А здесь мы решаем одну задачу – мы хотим заработать, мы хотим друг другу что-то продать, мы хотим придумать, как продать нашим клиентам, мы хотим денег, и это нормально, и мы этого не стыдимся. И это мега-супер-пупер качает. И вот я заметила, что когда мы честно говорим о своих желаниях, когда мы не стесняемся слова «деньги» или какое-нибудь другое, когда мы честно включаемся, заряжаемся, и когда мы ставим одну цель, мы можем к ней приходить. Вот эта заряженность, она крайне важна. Помните о том, что если сегодня у вас что-то не получается, а вы думаете «ну я же делаю то, что нужно», то, скорее всего, вопрос в вашей заряде, в вашей энергии. Что такое вообще продажа? У нас все строится на продажах. Продажа – это как бы возможность решить, то есть даже не так, когда мы даем человеку решение его проблем. То есть у вас есть какая-то некая проблема, не знаю, хорошо провести вечер романтический, для этого вы идете в ресторан, да, или там побаловать себя, или у вас есть проблема, я не знаю, вы хотите понравиться партнеру, и здесь масса решения вопросов, начиная с салонов красоты, платьев, макияжа, сумочки – это тоже решение проблемы, быть привлекательной, быть уверенной. Каждый из нас продает решение определенной проблемы, и мы должны это понимать. Эмилион раз говорила о том, что никакой тренинг, никакая книжка, никакая сумочка, и вообще ничего нам по факту не нужно, особенно в изобилии. Но нам нужно решение проблемы, и нам нужна энергия. Что бы я ни продавала, я вам точно могу сказать, и вы можете мне это подтвердить, те, кто когда-либо что-то у меня покупал, что вы всегда покупаете не то, что я продаю, вы покупаете это потому, как я это продаю. Вам хочется побыть побольше и подольше рядом. Вы понимаете, что когда вы покупаете у меня, уже в момент покупки у вас начинает выделяться другая энергетика, у вас начинают выделяться какие-то желания, вы начинаете быть более активны, вы начинаете по-другому говорить. Возможно, кто-то начинает мимикрировать и как-то говорить, как я. Кто-то начинает пробивать идеи, кто-то начинает также обращаться к своим клиентам, и у него растут продажи, у кого-то приходят какие-то нереальные идеи. Вот этот потрясающий момент взаимодействия через энергетику. Почему великие тренеры, мотиваторы – это великие люди? Потому что это люди, обладающие потрясающей энергией. И мы, когда находимся рядом с ними, удивительным образом этим заряжаемся и этим заражаемся. И вне зависимости от того, что мы услышали, вне зависимости от того, на каком ряду мы сидели, была ли там водичка и сколько времени мы стояли там в туалет, все эти вопросы, они уходят, потому что то, что мы получили, крайне важнее. Мы получили свой заряд, мы как будто бы зарядились. Поэтому помните, что ваша ключевая задача, по факту, это не знание каких-то инструментов, хотя да, это важно, это не знание каких-то там суперсекретов, это все это не так важно, как то, насколько на данный момент заряжена ваша внутренняя зарядка. Вот это важно. И 5 февраля стартует мой марафон, как раз, о котором я вам говорила, 30 денежных действий. Если вы хотите, чтобы ваша зарядка зарядилась, если вы хотите настроиться и поработать над деньгами, над денежными действиями, вообще понять, какие действия вы должны, начинать с каких действий ваш день, что вам приносит деньги, что в вашем бизнесе не докручено, где вы сами можете дополнительно генерировать деньги, например, если у вас еще нет бизнеса, а вы хотите что-то попробовать. Это офигительная возможность. Я специально сделала и оставила навсегда этот прайс, одно действие, 1 доллар, для того, чтобы у нас действие было там по стоимости чашки кофе. Ну, согласитесь, каждый из нас это может себе позволить. И для того, чтобы вы поняли, что такое быть заряженным, что такое быть в окружении заряженных людей, и что такое получать результаты. Поэтому я вас приглашаю на марафон. Если вы не хотите на марафон, замечательно, не ходите, подумайте о том, что я сказала. И я обязательно жду ваши комментарии. Насколько вам близко это? Насколько вы чувствуете себя заряженным человеком вообще? Чувствовали ли вы когда-либо? Вообще, это было сейчас для вас инсайтом? Или не было? Или вы считаете, что все это фигня? Мне крайне интересно. Я всем желаю замечательного дня. Я уже как раз приехала, сейчас буду заниматься своими делами. Я желаю, чтобы у вас все получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и, собственно, классного денечка.